Так, ну и, собственно, давайте, наверное, вспомним, на чём у нас всё закончилось. Мы сбежали из деревни. Ну, мы оттуда не сбежали, мы оттуда ушли и направлялись в большой город, где, вроде как, должно было быть безопасно. Ну да, ну, точнее, в деревне вы немного изменили, грубо говоря, как прошлое, вырвались из него. Да. И, как оказалось, деревенька уже давно там нету. Ладно, ну, до ближайшего, собственно, хотя бы более-менее нормального населённого пункта вам ещё топать и топать. По лесу, собственно. И где-то, наверное, через два дня вы начнёте понимать то, что у вас потихоньку начнёт начаться провизия, потому что у вас нету ничего такого нормального, чем уже было подстрелить, там, зайца и тому подобное. А магия Зердена просто-напросто испепеляет всё или же поджигает. Впрочем, он хорошее разведение костра. Пошёл костром. Ну, значит, больше, чем разведение костра, мы доверять ему и не будем. Ну, вот что. У нас, помнится, были верёвки. Я предлагаю попробовать сделать с селки ловушку. Похожу по округе на очередном привале и попробую поискать маленькие тропы или что-то вроде этого. Говоришь, ты что-то, чем зайти? Это время будешь делать. Я? Да. Спать. Гном нашёл занятие, он спать. Я и так там скакал по этому несчастному белоплащнику и кусался ей дорось. Я устал. Не, но с того времени прошло два дня. Ты что, за это всё время не отдыхал? Нет. Гномы выносливы. Я стыда был. Поэтому, собственно, ещё закончилась стамина, да? Да. Она наконец кончилась, и он просто шёл-шёл и упал. Бедный гном. Можешь меня тащить? Бедный эльф. Какой из двух? Ёмный. Ну, у нас он один как бы, точнее она. А за эльфа на эту не эльф? Ну, значит, за ногу его и до лагеря волоком. Кусы, пусть сработает знак в этот момент на ней, а? Каким макаром? Вы расходитесь, Катя. Он только работает. Ладно. В общем-то, я как обычно забыл, как твой персонаж зовут, Кать. Эрил. Эрил. Надо записать, что где-нибудь. Ты у нас бродишь по лесу в поисках оленей троп. Гарри очень отдыхает, а Зеридан присмотрит за костром. Время уже доньки позднее. И ты как раз таки возвращаешься к тому моменту, когда вы слышите, в общем-то, шаги, кто-то, продираясь сквозь кусты, направляется в вашу сторону. Ну, я сплю, я ничего не слышу. Катя? Так, я слышу шаги. Насколько легкий шаг? Это у эльфов шаг, как известно, намного легче, чем у человека. А у гнома шаг намного тяжелее, чем у человека. Потому что гномы слишком много едят. И пьют. Да. И спят. Ладно, прислушивайся. В общем-то, ты понимаешь, что шагов-то звуков несколько. Примерно, где-то, наверное, трое человек и примерно, где-то трое лошадей. Лошади? Ага, лошади три штуки. Так. Направляются они низ с той стороны, откуда вы пришли. Тропы или дорога вблизи нас? Ну, дороги ты не видела, но тропы есть. Ага. Так. Для начала я вернусь в лагерь. Очень быстро вернусь. Предупрежу Зеридана. Ага. Шепотом. И пинками гнома. И пинками гнома. Пнул ее в ответ сразу же. Ну, что я шикну, пропустив мимо пинок и завязав себе узелок на память, отомстить чуть позже. Скажу о том, что у нас гости и хорошо бы не зевать. Экспо! Цыц! Зеридан очень кивает вам. Он потом говорит то, что, ну, я могу, конечно, нас попробовать укрыть, но свет костра, собственно, нам не поможет. К тому же, как я понимаю, продолжает он, они как раз таки идут на него. А давайте их купнем. Нет, давайте для начала узнаем, кто это, а потом уже будем лезть в драку. Гори, соглашаешься? Нет, предлагаю все-таки драку, потом разбираться. Ты же персер, чего вы от меня хотите? Ну, Зерин вздыхается, смотрит на кдом, а потом предлагает, может, давай начнем его свяжем? Я буду кусаться. Более того, мы сначала его свяжем и подвесим на дереве, чтобы он оттуда не слез. Я буду орать, и они вас услышат. Значит, свяжем тебя очень хорошо. Я буду встречаться кровоем дерево. Вы стуките азбуку Мурса, да? Ага, Сос, помогите. Ладно, Зерин, в общем-то, шикает на вас, прерывая вашу перебранку. И указывает в ту сторону, откуда, в общем-то, уже отчетливо доносится звон с бруи и шаги. А через пару мгновений, в общем-то, кусты раздвигаются, и вы услышите голос. Мир в опутнике, мы просто... В общем-то, на полену выходит человек уже одетый, знаете, как обычный такой стражник. То есть... Какого? Ну, в общем, обычная такая походная одежда, на которой видны эти, какого? На грудник. И несколько, ну, в общем, на плечнике, на локотнике такие вот. На боку у него меч. Он увидел, собственно, за собой икорские лошадь, и увидев Апсона, он застывает, просто открыв рот. А потом он говорит... Милорд, глядя на Гарви, что вы здесь делаете? Милорд? Кто? Милорд, мы вас уже примерно два месяца ищем. Вы пропали, и не было никаких весточек от вас. Где вы были? Ты меня ни с кем не путаешь, мужик. Гарви, руки в боки. Похоже, ах, ну да, прости, забыла, склероз, гномий. Эм, связать их. Они хотели меня связать и подвесить на дереве. В общем-то, стражник удивленно переводит взгляд с Гарви на компашку. За ним выходят еще двое. Затем, в общем-то, главарь небольшой группки бросает взгляд на одно своих подчиненных. И кивает ему, мол, то, что это. По сторону леса. Тот кивает, в общем-то, быстро снаряжает лошадь. И галопом отправляется назад. Сам стражник, в общем-то, выходит к вам на поляну. Все еще косясь на Зердена. И на темную эльфийку. И обращается к Гарви. Милорд, ну, вы уже недалеко от вашего поместья. Что вы здесь делаете? Почему вы не вернулись? Я был в полюну. Вот этот меня освободил. Вот этот хотел меня утопить. Я ничего не помню. Ладно. Я тебе надо думать, что вас свяжут. Просто присаживайтесь к огню и расскажите нам все. Кто я? Да, для начала, хотя бы, кто он. Как гнев. Стражник перевозит взгляд на костер. Потом хлопает себя по лбу и говорит то, что... Ну, и примерно в часе из двух путей, собственно, находится поместье. Может быть, мы вас там проводим? Тем более, вас там ждут. Перевозит взгляд на напитки на Гарви. Там тем более, вы сможете отдохнуть и поесть. А ждут только меня или их тоже? Ваши друзья, мы тоже будут рады там? Ну, что думаете? Перевожу взгляд на парочку. Заряд уже отвечаем. Да, я не против свернуть лагерь. Тем более, что тут всего ничего до родового поместья. Я гнома, просвеживают мне люди. Ладно, разберусь с этим после. Поехали. Ладно, в общем-то, отправляйтесь в путь. Время пути, в общем-то, узнаете то, что Гарви в своей бытности пока не потерял память из-за чего-то. Он был, в общем-то, гномом-торговцем, который жил вдали от своих соплеменников. Поэтому, собственно, перебрался в Империю, где и основал свою небольшую компанию по торговле, в общем-то, шелком и другими мне нужными материалами. И, в общем-то, примерно, где-то, наверное, года, лет пять назад он выстрелил неподалеку от городка в свое поместье. И как раз-таки вы направляетесь сейчас к нему. В общем-то, поместье, конечно, со стороны выглядит не как поместье, как небольшой замок. В общем-то, окруженный стеной, благо что без орва. И где-то примерно четыре этажа с одной башенкой наверху. Вы входите, в общем-то, уже в прибранный двор, тут горят факелы. Кое-где заметно, в общем-то, люди, но большинство, видимо, уже спят. Также тут есть небольшая кузница, склад и конюшня. А когда вы входите, в общем-то, в большой зал, уложенный белой плиткой, то с лестницы слышите голос. Дорогой, ты вернулся! И в общем-то, по лестнице начинает видеть, как по лестнице чуть ли не скатывается. Спускается невысокая женщина, в общем-то, немного полноватая. Лет, где-то, наверное, 30-40. С темными, собранными в пучок волосами и бросается к Гарви. Дорогая! Причем я ее помню. Стараюсь сохранить невозмутимость при этой сцене и не подколоть гнома еще как-нибудь. Эльфка, молчи! Вот когда увижу твой замок, тогда разрешу тебе как-нибудь кровать. Дорогой, в общем-то, твою словесную речь, Гарри, прикрывает грудь женщины, потому что она тебя обнимает и просто-напросто тыркает в нее, ну, тебе, короче, лицо... Носом! Да. Какая трогательная сцена! Ну, зарядом кивает. Женщина, в общем-то, продолжает то, что... Ой, я так волновался, дорогой, куда же ты подевался? Тебе не было целых два месяца. Мы уж думали то, что ты пропал совсем. Может быть, где-нибудь сгинул на дорогах империи. То, что тебя взяли в плен разбойники и зарезали. Потому что ни выкупа, никаких других вестей от тебя не было. Я при этом подумываю, не свалить ли вот на эту Эльфку всю вину. Ладно. В общем-то, женщина тебя отпускает, ну, стороняется, смотрит... На Зеридана и Тёмную Эльфейку, словно их первый раз видит. Вот почему она их видит в первый раз. Поснакомься, дорогая. Вот это маг Зеридан. Он, собственно, меня и спас из заточения, в котором я пробовал, получается, два месяца. Маг? Женщина довольно-таки удивлённая спрашивает и окидывает взглядом из Зеридана. О! Так ты привёз с собой на мага? Он теперь будет работать у нас? Как бы тебе сказать? Я не помню, кто я, что я, поэтому я даже не знал, что это мои земли. О, бедненький мой! Воскликает женщина, опять тыкает тебе лицом в свою грудь. Суперите её! Бедненький! Но ничего, я напомню тебе всё, что тебе нужно знать. Не волнуйся. Скоро ты станешь тем самым торговцем, что наводил на другие торговые дома. Ужас и страх. А за сколько можно продать дроу? Что? Я тебе продам! Милейшая, вы не могли бы оказать мне услугу и как следует обнять бедняжку? Ладно, женщина очень смеётся, махается рукой и говорит, что ой, у тебя, друзья, такие шутеньки. А особенно это чёрное. Но ваши комнаты уже готовы, дорогой, а ужин скоро подадут. Я думаю, вам надо переодеться и уже отдохнуть. Не могла бы ты нам провести экскурсию? Я же ничего не помню. О, конечно, но это давайте сделаем после ужина, говорит женщина. Ну а пока что, она чёлкает пальцами, появляется Дворецкий. Она совсем уже таким голосом ему говорит. Так, провести милорда в его комнату и расположить друзей рядом с ним. Исполнять живо. Дворецкий, в общем-то, кивает, кланится вам и просит следовать за ним. Ну да, топаю. Ну да. Да, на вас, в общем-то, проводят в две комнаты. Одна, в общем-то, гостевая, разделённая, грубо говоря, на две половины, как помещают из Эрдена. И, блин, как тебя зовут? Эйрил. Эйрил. Блин, даже имени не за что зацепиться. Я его запомнил. Вам еще в черепашках не издя этого. Это ещё сокращённый вариант. Полное имя Эйрилтиана. Я уже молчу по фамилию. Эрилтиана? Да. Эйрилтиана. Тяна. Тяна, да. Тоже вариант. Ну, а, ну, в общем-то, Гаррид достается на маленький большая комната с высокой двуспальней кроватью. И, в общем-то, богато обставленная. Раскроив дверки, в общем-то, шкаф, он находит там немного одежды, которая ему по росту. Естественно, Эйрил и Эйрилу дворецки приносят уже именно обычную одежду. Ну, а я пока пытаюсь всё это обмозговать. Ладно, в общем-то, такая... Заряданная и тёмная эфика приводит себя в порядок. Заряданно случится Гарви. В общем-то, даже даже есть разрешение войти. Он заходит и говорит, что так ты у нас мелкий дворянин. Похоже на то. Ну, правда, это совсем не объясняет мою связь с Дру. И как я вообще попал к этому, не пойми кому. Заряданно пожимает плечами и говорит, что, ну, как видишь, я тоже не знаю. Нас просто, нас просто где-то отловили где-то по дороге, да, притащили к хозяину этому. Он опять пожимает плечами. Да и к тому же, что значит тогда вот эти метки у вас, наверное? Я по этой говорю, мы никак, мы втроём ничем, по сути, не связаны. Ну, почему-то пометили только нас двоих из троих. Ну, Заряданкилайт говорит то, что, ну, может быть, меня просто-напросто не успели пометить. К тому же, я там побыл не так уж много времени. К тому же, знаешь, немного подумав, я, похоже, прихожу к выводу, что если вам нельзя расходиться друг от друга далеко, то он немного молчит. Возможно, смерть одного из вас убьёт и другого, а не освободит его. Или освободит. Нет, мы этого, я не хочу это проверять. Ну, Зарядану смехается, говорит, что, так ты у нас всё-таки не столько кровожадный в душе. Нет. Не напомню, я спасал её шкуру там в подвале. Как она твою? Ну да. Правда, она не кусалась и не кидалась на всяких. Ну, я вообще-то думал, что я воин, а раз я умудряюсь так драться, а не какой-то купец. Ну, в общем-то, да и мастер фехтования тебе тоже далеко. Замечает, Зарядан. Ноу. Ты видел у некоторых торговцев? Они, не знаю, с какой стороны меч держать. Ну да, в общем-то, Зарядан накидывает твою фигуру. Да и брюху у них побольше, конечно, твоего. Эй! Да, я пойду немного осмотрюсь, но вы, я думаю, тебе не стоит упускать шанс и воссоединиться со своей семьёй. Он скрывает усмешку, кашляет в руку. Знаешь, Зарядан, мне почему-то всё-таки кажется, что это ещё одна обушка, как тогда, в деревне. Он направляется уже к двери, но останавливается, оборачивается к вам, ну, к тебе, ну, перед чаем и говорит, я ничего не чувствую. Так что, навряд ли, навряд ли. Ты тогда и временную петлю не почувствовал. Я почувствовал... нечто. Но сейчас... Это реальный мир, это реальное время. Если это ловушка, то она не сделана с помощью магии. А белоплачники могут её устроить? Он качает головой и говорит то, что нет, это не в их нем стиле. Ну да, как изжигать людей невинных, да? Тут немного другое, мой друг. Ладно, будем действовать по ситуации. Ну, Зарядан кирает и, вообще-то, выходит за дверь. Я иду искать свою горе-напарницу. Она там переодевается. Горе-напарница уже, я думаю, переоделась и спокойно вышла в коридор. Собственно, единственное, что... да, доспех я, пожалуй, сниму, но меч оставлю на всякий случай. Я создание подозрительное, и меня это чудесное спасение, вот такая вот замечательная встреча, несколько настораживает. Поэтому, скорее всего, мы, Гарли, с тобой столкнёмся в коридоре уже. Я тебе вырежусь прям в пузо. Шутливый поклон. Милорд Торговец, какая честь для меня. Я ей долба во время поклона достану? Покудова. Долба. Ммм, вряд ли. Не, ну, во время поклонда, да. А, ну, нет, смотря на... Поклон, знаете, такой неглубокий, а левая рука чуть согнута на уровне пояса, и так, легкий-легкий такой, даже полупоклон, больше насмешка. Ну, дёрнуто, аж вопрекнулась на пол. За что дёрнешь? За руку, она же её опустила. Мадонки, трудно исполнить так, что тебе... Ну, вряд ли, максимум, мне слегка потеряю равновесие. Хорошо, просто ткну её кулаком в пузо, чтобы не прикалывайся. Получишь кулаком в макушку. Не сильно, но ощутимо. Ага, и тут поедет мой старшник и тебя напинает. У меня старшников там нету. Предлагаю пока оставить наше разногласие, ибо если это ловушка, то мы должны действовать сообща, а не страдать. Хорошо, замечай меч и усмехайся. Тебе это тоже не нравится, да? Да, мне это тоже не нравится, не поверишь. Да, прикройте прикалываться. Давай думать, что нам с этим делать. Зердан ничего не может сказать. Магии он здесь не чувствует. Ну, смотри, для начала нам нужно максимум информации. Расспросить всех слуг. Твою экономку или кто она, с дворецким поболтать. Ты же радушный хозяин. Давай, вперёд, расположи людей к себе. Они же твои слуги в конце концов. Ага, только ты видел, как она ими командует? Да, это называется «Боевая баба». Тебе стоит поучиться. Она человек, а я тёмный эльф. Мы слишком разные в этом плане. Ну да, люди в сто раз лучше эльфов. Я пойду попробую поискать библиотеку и, возможно, какую-либо информацию об окружающем нас мире и о событиях. Ба, да вас там в пещерах учат даже читать достижения. Не поверишь, не только читать, но писать и разговаривать на многих языках. А ещё управляться со всякими подземными зверушками. Так что доброго вечера, милорд, а я в библиотеку. Я, собственно, пойду искать ближайшего, кто там из слуг ходит по дому. Или кто-то, может, из стражи местной. Собственно, у меня та же самая задача, с другой целью. С какой? Расспросить, что происходило два месяца. Хотя бы. Ладно, в общем-то. Гарри, ты расспрашиваешь. Слуги, как и все, в общем-то, говорят, что ты отправился якобы с ценным грузом в ближайший город. И, в общем-то, отправил весточку о том, что, по идее, его хорошо продал. И нашёлся покупатель. Но затем от тебя никаких вестей, в общем-то, не было. Хорошо, а где-нибудь тут мой портрет есть? Портрет ты замечаешь, в общем-то, а мне висят в некоторых коридорах. Ну, а также один из них, как я говорили, и висит, собственно, в главном объединенном зале. На нём изображён очень, как внезапно ты. Внезапно, да? Да. А может, гном похожий? Нет. Ты знаешь, ты даже пробуешь краску пальцем, но она, в общем-то, давно нарисованная. Хорошо чешула в затылке с приговоркой «Бааа». Неужели, правда, я? Ладно, Катя, в общем-то, а тебе, в общем, показывают путь до библиотеки. Ты её находишь, но, в общем-то, особо там ничего интересного не находишь, потому что книги выполнены в основном в художественном стиле. Есть несколько книг по географии, есть по так называемому новому эльфийскому, да и всё. Ну, значит, я почитаю географию, это довольно важно, чтобы получше представить, где мы оказались, и, возможно, даже запомнить дороги, которые могут пригодиться. Карты или что-нибудь в этом духе? Чего именно вы хотите? Карта, в общем-то, находится в кабинете у Гарвина, но тебя, собственно, без самого хозяина дома этого не пускают. Ну, понятное дело. Ясно. А затем, в общем-то, у вас находятся луги и говорят то, что как бы ужин подан. Интересуюсь направлением обеденного зала, и когда мне указывают, то прохожу туда. В общем-то, обеденный зал, довольно-таки большое помещение. Внезапно, как бы, так зал. С стоящим столом, в общем-то, посредине зала, и где-то, наверное, двенадцатью стульями около него. С одной стороны, в общем-то, двойные двери, с другой большой камень, который сейчас горит. А над ним, в общем-то, большой портрет самого Гарви в полный рост. Ну, немного даже переувеличенный. Милорд Гарви, красотища-то какая! Даже ругаться не хочется! Я тебе сейчас точно устрою костер. Ладно, в общем-то, на столе уже стоят закуски, стоят блюда. Только вы входите, через боковую дверь, в общем-то, входит ты, жена Гарви. Она ему улыбается и, в общем-то, хватает за руку и тащит его в голову стола. Ну, хоть кидаться не стала. С кем? На меня, как в начале. Ах, какая пара! Ну, Гарви, впереди еще ночь. Я сбегу. О, от нее ты никуда не убежишь, малыш. Я к тебе сбегу, пусть тебя убьет за это. Я думаю, она прекрасна в курсе, в каких отношениях состоят дроу и гномы. А вдруг ты, это, у нас широких взглядов. Я? Широких взглядов? Издеваешься? И вообще, я уйду спать к Зеридану, и пусть она думает, что хочет. С ногами за тобой пойдет. А, и мы втроем на одной кровати. Ага, тройничок. Тройничок, сообразим на троих. Я думаю, хочется тебя, что мы вместе с дверью вылетим с тобой, это, из комнаты. Зеридан что-нибудь кастует. Да, огненный шар, например. Мы его достали еще по дороге. Это точно, что мы его достали. Ладно, Гарри, в общем-то, тебя усаживают во главе стола. Сама жена садится рядом. Ну, а тебе, в общем-то, Катя, слуга выдвигает стул немного подальше от него. Да, не вопрос, где отодвинули там и села ему. Мне не принципиально. Ладно, в общем-то, вам накладывают еду, курицу, немного мяса обычного, салат, собственно, картошка метая и тому подобное. Разливает слабое вино. И, в общем-то, начинайте ужинать. Хотя на этом музее уже не присутствует сам Зеридан. Ай, Зеридан. Это интересуешься? Да. Да. Мне тоже интересно, где он. Ваш друг сказал, чтобы, собственно, ему еду доставили в комнату, отвечает жена Гарви. А че, так можно было? Ай, и кто из нас здесь хозяин? Ну, он особо наставил, потому что он нашел несколько интересных книг у нас в библиотеке и не хотел от них отрываться. То есть, не это она. То есть, ты его там не встретила? Ну, перего же взгляд на дров. Куда-то они заходили. Нет, она же была в библиотеке. Я была в библиотеке. Нет, я, видимо, ушла оттуда раньше, чем он появился. Или, наоборот, он был там раньше, чем я. Надеюсь, что ты хоть что-то полезное узнала. Это я сейчас здесь не без этого, без сарказма. Ты знаешь, в основном это художественная литература. Немного географии, немного эльфийского и ничего конкретного. Что-то полезное, что вы хотели именно узнать? Переводь же на взгляд с Гарви на Эрил. Ну, мы ничего не помним об этом мире. Там хоть что. Да, к сожалению, после плена и, возможно, тех экспериментов, которые над нами проводились, память отшивала полностью. Сплескивает руками в ужасе. Делаем фейспалм. Ну, как бы якобы об этом-то могла и помолчать. Что с вами делали? С вами... Там с вами плохо обращались, а она хватает Гарви за руку. Можно сказать, что плохо. Самое худшее, она была вместе со мной. Показываю ноты. Держали в клетках прикованными наручниками, пару раз вляпывались хорошие драки. Дабл фейспалм. Слушай, я сейчас-то я не в тебе что-нибудь запущу. Да, а еще не кормили. Совершенно. Запустил он меня кубком. Я думаю, я увернусь от него. Или поймаю. Да нет, ты уворачивайся, и кубок звенит по полу... ...пишине. Ну, потом уже она качает голову и говорит, что ужасные люди. Что же, зачем они тебя похитили? Они даже не просили ни выкупа, ничего. Откуда я знаю? Где вы были? Может быть, знаете точное место? Эй, Юрил. Так, дайте-ка припомнить. Идем мы уже довольно долго. Сколько? Несколько дней? Дня три, наверное? Дня три-четыре, где-то так. Около четыре... Три-четыре дня, да, примерно. Отход-то с запада. Да, походу с запада. Точное место на карте я вряд ли укажу. Место довольно хорошо укрыто. Судя по всему, хозяин, кому это место принадлежит, позаботился о том, чтобы всякие лишние глаза и уши не совались куда не следует. Хозяин. Женщина передергивает пухлыми плечами. Такое мрачное имя. Да. Ну ничего, мы отправим в поисковой отряд. Может быть, они найдут это место. А затем мы обратимся к властям империи и потребуем справедливости, говорит она. Мой вам совет, не стоит. Мы оттуда еле сбежали. А охрана в том месте такая, что ваш отряд либо раскидают сразу, либо раскидают чуть попозже. Ты забыла, что там есть кое-кто хуже охраны? Есть и кое-кто похуже, чем охрана. Женщина удивлена смотрит на вас, потом интересуется, как же вы тогда сбежали, если там такая хорошая охрана. Спасибо нашему магу. С боем. Да, и с боем. Капитальным боем. Она всю щупку не понимает, сейчас смотрит на вас. Тебе лучше не знать. А где дорогая? А где же любимая солнышко, звездочка моя? Слушай, я в нее сейчас вообще этим, своим мечом кину. От него вернуться будет все равно труднее. Не, ну это было, так сказать, офф-топ. А если она кинул, она мне на них вычистит. Ладно. В общем-то, жена говорит, что тогда вам надо тем более отдохнуть и подкрепиться, восстановить силой. Ну а потом мы можем потребовать у империи правосудие. Потому что похищает довольно-таки знаменитого торговца, качает головой. И так просто не отпустит. Мы еще не знаем, кто она такая. Впрочем, ничего. Да. Я правда ничего про себя не помню? Интересно, каким чудом я осознала свое имя? Таким чудом Гарри осознал свое имя. Да. А может, они придуманные? Тоже вариант. Ну, же надо было как-то называть. Я даже без понятия, есть ли у меня родственники, как, впрочем, и ты, Гарви, судя по всему, до этого момента. Я посмотрю хорошенько на свои руки. Обычно следы от долгого ношения каких-то украшений остаются в виде чуть посветлевшей кожи, или отметим там мозолей, или у меня мозолей, кроме как от клинка, нет. Ничего такого нет ни у тебя, ни у горы. Угу, ясно. Ну, у меня понятный расцепь в сумму был. Так вот. Во всяком случае, я так понимаю, мы находимся довольно-таки недалеко от большого города, где я вполне могу попробовать связаться со своими. Хотя я не уверена, что... Насколько вообще темные эльфы вот так вот встречаются на поверхности? Насколько они выходят? Это ты спрашиваешь у кого именно? Это Авропом у тебя. Да. Вообще не очень часто. А никак же с закрытыми поселениями? Ну, даже в закрытии чем эльфы обычные. Занятно. Что же меня выдернуло так сюда, под солнышко? Может, охотилась на кого? И тебя поймали на охоте? Вполне может быть. А может, сбежала. Сбежавшая до рову из дома как-то странно выглядит. Даже слышится. Из дома до Орден, да? Да. Тебя свеча не Дристо зовут? Да не знаю я. Может, есть женская версия Дристо? Да кто его знает? Я правда без понятия... Это Автоп, Катя. Я поняла. Нет, это тоже Автоп. Береги себя. То есть, без понятия кто-то выпуск наш? Тайны-тайны интриги. Да, Гарви, это класс. Ладно, ужинаем. Ладно, в общем, дальнейший ужин проходит в умолчании. Затем, в общем-то, жена Гарви поднимается и, как обещала, проводит вам экскурсию по замку. То есть, наверху, на четвертом этаже, в общем-то, почти что в самой башенке находится этот, как его, его кабинет. Небольшие помещения, довольно-таки богато обставленные. И с картой, в общем-то, находящейся за креслом и столом. Симпатичное место. Также, собственно, тут несколько шкафов с книгами и несколько, грубо говоря, шкафов с выдвижными ящиками. Слушай, Гарви, гномы же очень дотошные. Посмотри, возможно, у тебя есть какая-то книга, в которой ты бы мог вести записи о торговле. Посмотри свой последний контракт. Может, есть что-то, что намекнет нам о событиях последних до того, как ты отправился в путь? Неплохая идея. Я иду искать. Ну, впрочем, ты только намереваешься идти искать, но, в общем-то, женщина хватает тебя за руку и говорит, что экскурсия еще не окончена и уводит из кабинета. Ладно, выбройте еще по дому. В общем-то, она вам показывает, где находится больный зал, где, в общем-то, находится сама библиотека, ну, в которой, говорю, и так, Эрин, и так знать, не находится. Ну, да, теперь уже да. Также, в общем-то, тебе, Гарри, показывают, где находится зал для тренировок, а в подвале находится довольно-таки обширный запас вина. И какая-то дверь, в общем-то, с перешетками на ней. А это еще что-то место? О, не обращай внимания, дорогой. Там находится всего лишь-то арсенал. Махает рукой, в общем-то, твоя жена. Арсенал? Ничего особенного. Офф-топ. Все подозрительнее, подозрительнее это место. Гарри, ты не хотел бы полностью осмотреть дом? А арсенал одно из самых интересных. Я хочу заглянуть в арсенал. Я же гном. Гному любит так уже. Гному любит металл. Я поперся в арсенал. Ты подходишь, дергаешь дверь, но она, в общем-то, оказывается закрытой. Жена, довольно-таки, недоумен, смотрит на тебя, потом махает рукой и говорит, я позову тогда, ну, начальника стражи. И уходит. Через какое-то мгновение, через несколько минут, она возвращается вместе с капитаном стражи поместья. Он взвинет ключами и открывает, в общем-то, проход. Вы видите, довольно-таки, обширное помещение, которое, в общем-то, заставлено просто-напросто стойками с оружием, различными ящиками, а также, в общем-то, в общем-то, в общем-то, стойками под броню. Дичим. Доруем. В основном тут особо ничего такого нету, то есть обычные мечи и обычная, это какого, кожа да кольчуга. Одеваю кольчугу. Жена, наверное, странно на тебя смотрит, интересуюсь, а зачем тебе, дорогой, броня дома, и почему вы носите мечи с собой? Эээ, ты напомнишь, что меня один раз уже похитили? Да, но ты в доме, ты же в безопасности. Я тогда, наверное, был тоже в городе, в безопасности, якобы. Ты окружен преданными людьми. Эээ, а я вот ей не верю, указывает на дро. Да, это тенденция последнего времени, как только мы из клеток вылетли. Не обращайте внимания, он всё время такой. Я уже привыкла. Такой странный, да? Автоп, ну я же тоже на кого-то свалить вину, почему я в кольчуги ходить буду? То есть самое обычное оружие без каких-либо... Там, эльфийского, дворфийского, то есть чисто вот самое обычное, что куют стандартные кузницы. Ну, естественно, а откуда тут эльфийское, дворфийское и тому подобное? Ну, кто знает, кто знает. Ну, вот я покупал. Главное, в общем-то, женщина, конечно, качает головой, и потом зевает, она говорит, что... Что-то я представил его с дорогой. Я пойду прилягу, а ты приходи как... Почувствуешь у тебя, ну, то, что спать пора. Хорошо, дорогая. Слуги тебя проводят в нашу комнату, и она уходит. Ну, собственно, осмотревшись на оружие, на оружейную... Сейчас уже, кстати говоря, поздняя ночь. Ну, эльфам, как бы, в частности, тёмным всего лишь 4 часа для отдыха надо, и то это так. А я спал. Да, а ты дрых бессовестно, пока я пыталась найти нам провиант. Слушай, зато нас нашли мои люди, чё тебе не нравится? Ладно, всё-всё, я умываю руки. Если что, я у Зеридана. Я, собственно, разворачиваюсь и... А, то есть ты в кабинет не пойдёшь на карту смотреть? Ага. Внезапно вспомнила, да? Нет, ты приглашаешь. Я без твоего разрешения... Это автоп был. А, да, пойду, конечно. Только ты этот персонаж, вы сейчас говорили, тоже автопом? Автопом. Я собралась к Зеридану, иди. Кстати, мне тоже интересно, почему он не присутствовал на ужине. Ну, давай сначала в кабинет заглянем, посмотрим, может, что-то удастся разузнать. Я бы всё-таки сходил до Зеридана, вдруг ему тоже надо в мой кабинет. Всем дружно надо в твой кабинет. Такое ощущение, что кабинет это какое-то место, куда всем надо. Нет, ну вдруг там тоже что-то есть, что-то до Зеридана. Ладно, хорошо, идём тогда вместе, спросим, почему Зеридана не была с нами на ужине, а потом вместе отправимся в кабинет. Ну, давай. Да, топаем. Ладно, в общем-то, Зеридан находит в комнате, в которой он делит с Эйрил. Он удивлён, понимаете, на вас взглядка, вы ломаетесь в броне с оружием. Не, я в рубашке, у меня только меч на поясе, который я себе оставила. В отличие от некоторых, которые грюкают, как рецепт Тевтонского ордена. Ладно, он удивлённо смотрит на галю, в общем, за которым просто попал волочиться, как лорчуга. Нет, если это мой дом, у меня нормально, под гнома, наверное, кольчу. Нахарена я её делал. Да я не знаю. Я думал, там есть кольчуга под меня. Нет. Я же сказал, что совсем обычная. Ну, чё обычная? Хочешь сказать, он торговец, который много раз уже ездил, торговал по опасным дорогам, у него нет никакой защиты и брони. Карли, ты напоминаешь мне одного дворфа, звали его Гимли, очень похоже на твоё имя, и напомнила мне эту ситуацию, когда он тоже нашёл кольчугу, правда она ему была немножко тесна в груди. Заставил я теперь металлический шарик. На ножках, да. Металлическая тумбочка. Надо больше шлема деть. Да, в общем, Зерин, удивлённо смотреть на вас, рядом с ним ещё на тумбочке стоит пустая уж тарелка, ну, с бокалом. Интересуется, что? У него, собственно, в руках Том. А почему ты не пошёл к нам? Ну, я не хотел прерывать вашу семейную идиллию. К тому же я нашёл небольшой Томик, он поднимает, собственно, книжку. Лёгкое очтиво на ночь. Ну, я бы не сказал бы, это философский труд, которому примерно около 50 лет. Хорошо, что-то по нашей проблеме ты нашёл? По вашей? Кто мы, почему нас схватили, что там было за место и тому подобное. Нет, вряд ли это будет здесь указано. Не, ну, тут могут быть какие-то записи обо мне. Может, там в каком-нибудь мраде, мало ли. Эээ, нет. Зерин, по-настоящему. Ты вообще, кроме этой книжки, чё-то искал? Он молчит, ну, знаешь, бросает взгляд в разные стороны, ещё, чтобы ответить. Так, понятно. Похоже, ты загнал нашего Зерин в тупик. Ещё один бесполезный в команде. Ладно, Зерин, смотри, мы сейчас хотим сходить... в кабинет рабочий и попробовать покопаться там. Подумали, может, ты захочешь пойти с нами. Вау, да какая польза от этого эльфа, если он, кроме этого, книжки ничего тут не искал. Ну и вон нафиг. Ну, эльф смотрит на вас, потом, можно впечатление, говорит, что зачем-то мне-то идти. Идите. И вот, икается обратно в книжку. Ладно, пойдём, сходим, посмотрим. Если что, расскажем ему. Итак, идите, значит, в кабинет, да? Ага. Ладно, приходи, в общем-то, в кабинет. Вот, в тысячи техни. Видим, я сейчас опять на четвертый этаж. Ну, Гарви, да, возможно, пыхти, там не-то чё. А я у неё на спине еду, я на неё запыгнул. Что? Кто тебе вообще позволит? Я здесь, царь, господин, тащи меня. Если я тебя туда подниму, учти, с лестницы ты спустишься колобочком и сразу. Ты не забываешь, что у меня охраняют кабинет? И если они увидят, как ты меня спускаешь с лестницы, ты понятишься. Ну, а что они не охраняют кабинет? Ну, её же не пускают. А, правильно, потому что дверь была заперта. Нет, потому что без меня не пускают. Ну, да, а как она через дверь-то прыгает? В общем, так, наверх я поднимаюсь через ступеньку бегом и очень быстро. Он точно за мной не успеет. Кидай в неё свой меч. Серьёзно? Можешь попробовать, он, скорее всего, сбегнет об стенку, я уже пробегу. Ну, да. Давай прыгаю за ней. Вдруг за ногу поймаю. Ты прыгаешь, грохну, падаешь на пол. Пробахиваешься. Снимай кольчугу. Снимаешь. Иду следом. А кольчугу где оставляешь? На полу, где? Ладно. Итак, в общем-то, в кабинете ничего не изменилось. Собственно, мы только дошли до кабинета. Да. Ну, ищем карту. Карта прямо за рабочим столом твоим. Смотри на неё, эльф. Смотри, вспоминай. На неё, в общем-то, изображённая, как империя. Угу. Внимательно рассматриваю карту и пытаюсь сообразить направление нашего пути и приблизительное месторасположение, где нас держали. Ну, в общем-то, это довольно-таки легко сделать, потому что на карте они вошли красным крестиком, краскино-отмечен поместье. Например, где-то на расстоянии 3-4 дня находятся горы. Как раз они находятся на юго-западе от этого места. А та деревня разрушенная как-то отмечена? Нет. Отмечены только эти, как у основные большие города. Ну, да, Заридан говорил, что деревушка вряд ли будет на картах, плюс ты же помнишь, что там случилось. Ясно. Так, ну, значит, пройдусь вдоль стеллажей. А я ищу записи о своих сделках. Посмотрю, какие книги здесь стоят. Возможно, это как-то намекнёт. Книги в основном у всякой бухгалтерии и тому подобное. Гарри, ты находишь несколько книг, но они очень датируются примерно годом, может быть, позже. Скорее всего, та самая книга, которую ты ищешь, ты её брал с собой, чтобы записывать в неё, собственно. Забавно. Ну и она пропала. Ну да. Я ей рассказываю об этом, что здесь нет нужной нам книги с этими записями. Да, печально, печально. Если твой род достаточно знатен, то можно попробовать поискать генеалогическое древо или что-то в этом духе. Так мы узнаем, кто ты, кто твои родители и откуда ты вообще родом. Ты в библиотеке ничего похожего не находил? Нет, я же говорю, там была только художественная литература, да несколько книг по географии. Ну, судя по тому, какие книги здесь, этого здесь тоже, наверное, не будет. Я всё же пробую поискать нечто подобное. Возможно, гобелин или свиток. Должно быть что-то такое. И чёшь, ну, в общем-то, ничего не находишь, потому что, как Гарри правильно сказал, то, что тут одни книги по бухгалтерии. Ясно. Ну, я немного разочарована, но ничего, я думаю, мы узнаем. Можно попробовать... Здесь вообще, у меня какой-нибудь гном есть? Хоть один. Комеревые кого-нибудь встречали. И как из тебя угораздило на человеке жениться? Скажи, спасибо, что это не дрова. Тогда я бы тут повесился. Мне одну и тебя хватает. Всегда пожалуйста. Не, ну почему? Брак между человеком и другой расой вполне возможен. Ну, понятное дело, я всё равно удивлена, как гном был. Я тебе уже говорил, ты худшее создание в этом мире. Я уже поняла, спасибо за комплимент. Может, она его заставила на себе жениться? Тоже вариант, судя по тому, насколько это боевое створение. А я, насколько я упрямый боевой, никого не смутила? Да нет, пожалуй, она тебя всё-таки за поезд-то заткнёт. Там пока Катя лутала мужика, я взял его за второго. Если никто не забыл. Ну, или по пьяни. Или по контракту. Ну, в смысле... А, кстати, пытаюсь найти этот контакт. Вдруг. Ладно, в общем, контракт не находишь, зато находишь несколько писем, которые были в твоём столе. Они, в общем-то, адресованы... Точнее, даже неизвестно, кому они адресованы, потому что там не указывается имя и получатель. Просто, в общем-то, приглашение о том, что... Ну, обдумать сделку. И приглашение именно посетить близлежащий город. И то есть там информации, по сути, никакой нет. Ну, да. Показываю. Походу, это тот самый город. Да, походу, да. Ладно, находя, в общем-то, на карте, вы видите то, что он примерно где-то в полутора днях пути отсюда. Да, не так далеко. На север. Думаю, наверное, стоит то... Наведаться? Угу. Док мы найдём какие-то следы моего пребывания там. Да, вполне возможно. Поищи ещё. Возможно, кроме этих писем, может быть, переписка с другими торговцами. Возможно, с гильдией. Какие-то контакты твои. Кого бы мы могли расспросить? Ну, обшариваю весь то. То есть, все там ящики и тому подобное. Обшариваешь, находишь ещё несколько контрактов, которые впрямь были очень-то подписаны. То есть, именно торговые контракты. Но, опять-таки, датируются они где-то годом-двумя тому назад. Там информации о гильдии ничего в таком нет. Походу, я или действовал один, или подобные письма содержатся в самой гильдии. Это интересно, а я действительно был одиночек или состоял в каком-то доме? Ну, этого не знаешь. Ну, ты непонятно. Ты такой. Стол тоже. Стол молчит. Я как бы это спросил Эрилу по поводу её мысли на этот счёт. Даже не знаю. Но съесть туда всё равно стоит. Главная проблема, как я должен отсюда теперь слинять. После того, как ты рассказала всю нашу историю. Ты не могла держать язык за зубами? Ну, как же я могла утаить всё от твоей разлюбезной жёнушки? А теперь придумала, как нам отсюда слинять, чтобы это... Да как, как слинять очередное? Просто торговый заход. После тех ужасов, которые ты рассказала. Она или поедёт с нами, или вы поедете вообще без меня. Ты же хозяин. Ты всегда можешь собраться втихаря. Сел и уехал. И наткнуться на свою же стражу где-нибудь в 10 километрах отсюда. Я же говорю, ты же хозяин. Они твои слуги. Они у меня посылки ходят. Ну и что? Чего ты боишься? Она же тебя не... Ну да, я... Во-первых, ещё не выяснили, как я вообще на ней женился. Может, она действительно меня заставила. Вот именно. Для начала нужно выяснить все обстоятельства. Я думаю, это можно сделать основной причиной нашего отъезда. Или она расскажет нам всё? Она, судя по всему, ничего не знает. Или ничего-то не говорит. Ну, у тебя вся ночь впереди. Вперёд, герой. А давай ты к ней сходи. Может, она девочек любит. Ты знаешь, не похожа. Судя по тому, как нежно и с какой лаской она тебя приголубила. Мы живём где-то, когда наша жизнь... А может, дарова её тайную страсть, которую она не хочет передо мной раскрывать? Ну, в любом случае... Господи, мы так до утра можем спать. Да. Гарри, может, пойти просто в подвал и напиться там? Или закрыться в арсенале и обниматься с этими... Со стендиками. Ага. Я ж гном. Ладно, ничего толком, к сожалению, мы не узнали. Нет, узнали, но немного. Хорошо, а ты чем собираешься заниматься? Я чем собираюсь заниматься? Ну, для начала я хочу поехать... И тебя хмурает зарыдана? Нет, зачем? Я иду отдыхать и собираться завтра в дорогу. Я ж должен и как-то отомстить. Да, кроме того, я думаю, нам хорошо бы запастись снаряжением и по паре плащей. Мне так точно. Ты видел арсенал. Там подобного нет. Забыл, что ключи у капитана стражи? А я тебе не вор какой, чтобы с отмычками бегать. Нет, он же при мне их открывал, а ты была там. Ну, да. Так мы ушли, и он его закрыл обратно наверняка. Два в том, что там не было того, что ты хочешь. А, ну да. Ну, значит, тебе нужно отдать распоряжение дворецкому, чтобы он собрал... Дать указание конкретно, какие вещи... Хорошо, но с моей женой разбирайся сама. Ты... Я рассказала всю историю, ты ее распутывай. Чья жена? Она меня не послушает. У кого язык длиннее помила? Учти, если она набросится на тебя, отбивать я тебя не буду. Я просто сяду и уеду. Учти. А, нет, стоп, прости, не уеду. Да. Я все время буду жить рядом с тобой, мунилый. Хорошо, я не пойду в твое женство. Что? Я все-таки отвешу ему оплю в уху. Ее кости веговничные, блин. Че там Горев говорил? Исплещенец. Кто из... Нет, это я вообще-то автопом был. После этого... Это автопом был вообще-то, Катни, все, вот это... Погогольщик. Мы говорим и взращенец. И весь тебя. Нет, оплюха за двоеженство. Звонкая такая в ухо. Не со всей дури, но обидно, чтобы было. Для этого тебе надо нагнуться. Не обязательно. Да. Учитывая, что ты где-то в половину моего роста. И как раз ты нормально можно махнуть рукой. Да. Я же ее могу поймать за руку. Ну, можешь поймать. Можешь попробовать. Катни, ты ему отвешиваешь оплю в уху? Да, я ему отвешиваю оплю в уху. Ладно, Гарри, в общем-то, заняты своими делами, ты ее не замечаешь и получаешь оплю в уху. Че это я сказал, что ее перехватываю в уху? Ты не можешь знать, что тебе сейчас оплю в уху прилетит. Ну, знаешь, по ее лицу я могу догадаться. Ты его не... О, хрен. Ладно, ты вообще-то блокируешь оплю в уху тогда. Разворачиваюсь и обиженно ухожу. Пусть сам только свою бумажку не обнимает. Поживаю плечами, ничего, все наобниматься с манекенами. Ладно, Кать, ты куда идешь? Я возвращаюсь в комнату. Зеридану. Зеридан, да. Плюхаюсь на свою кровать и пыхчу, как чайничек. Да, и с обиженным видом пырюсь в потолок. В общем, Зеридан проводит тебя взглядом, пожинает плечами и возвращается к чтению. Слушай, он там точно не какой-нибудь любовный роман читает. Ладно, Гарри, в общем-то, ты спускаешься в подвал. В общем-то, дверь, как вы ушли, никто не закрывал. Так что ты спокойно попадаешь в арсенал. На самом деле, я там смотрю то, что Эрил предлагал, то есть еще мало. Ну, плащи-то ему подобно. Ну, такого нет, это, скорее всего, больше тебе на какой-то склад надо тащиться, который тут неподалеку от поместья есть. Окей, тащусь на склад. Ну, в общем-то, ходя по арсеналу, ты чувствуешь, что ты тут не один. Выхватываю меч. Звон, в общем-то, клинка, ну, внимаемый клинка слышится в тишине очень громко. Я прислушиваюсь. Ты ничего о чем-то не слышишь. Я не могу исполчить метки, как-нибудь тебе просигналить, то наверх. Нет. В общем-то, ничего, Гары, не слышишь, но едва-едва ты чувствуешь, как твоей кожи касается легкий-легкий ветерок. Разворачиваюсь. Там никого нет. Там стена. Пячиваюсь к выходу спиной. Пятишь всем. Вырезаешься во что-то и с грохотом падаешь на пол. Я же не знаю... С парой стойкой. Круто. Пытаюсь под неё выползти. Ну, выползаешь. Ощущение не пропадает. Выбирай из-за арсенала. Выбегаешь? Закрывай его. Молодец, закрыл. Есть чем-нибудь забарикодировать? Так как дверь открывается внутрь, то только мечом. Что я не хочу? И чё, блокируешь? Ладно, блокируешь. Иду в комнату к этим двум. Именно идёшь? Бегу! Спотыкайся и падай, тебе так веселее. Ладно, в общем-то, когда дверь распахивается, зарядом слегка вздрагивает, потом удивлен смотрит на Гарви. В арсенале кто-то есть, запухавшимся голодом. Чего? В арсенале. А, ну да, тебя не было с нами. Вина перебрал, кротышка. Слушай, чёрная, давай... Мы не будем, когда есть шанс, что здесь кто-то странный находится. Ладно, ладно, хорошо. Пойдём посмотрим, кто так напугал нашего маленького очаровательного гномика. Если ты не представишь, я тебя точно в жёну возьму. Кто ж тебе разрешит? Советом до любовь, говорит Зеридан. Зеридан, ты хотя бы не добавляй. Показывай, как вверху палец ухватывается. Кстати, Зеридан, я думаю, ты нам пригодишься. Пошли. Зачем поднимать медленный взгляд от книжки? Отобираю книжку, надоел. Эй, я всё-таки читал её. Я ж не мешаю вам бродить по замку, там, наедаться, дурю маяться. Нет, возможно, нам понадобится твоя помощь, как мага. После этого я верну тебе книжку, обещаю. А вам нужно что-то сжечь? Мы не знаем, кто там. Есть шанс, что, возможно, придётся. Зеридан вздыхает, в общем-то, поднимается с кровати. И, мол, делать жест, потому что, мол, убедите. Давай, Гарви, пошли. Ну, да, идём туда. Ладно, спускайтесь. Естественно, Эрил видит дверь, просто заблокированная с помощью меча, который просунув через ручку двери и стеной. Убираю меч, открываю дверь, присматриваюсь. После чего поворачиваюсь к Гарви. И что? В арсенале никого нет. Тут кто-то был. Что конкретно тебя так напугало? Что ты почувствовал, что ты увидел, услышал? Только я здесь не один. Захожу. Где стоял, в каком месте? Указанное место, где стоял. Ладно, там в краске валяются эти, как уронены тобой стойки под броню. Перешагиваю через стойки, становлюсь на то же место. Прислушиваюсь, присматриваюсь. Что, что я, я что-то ощущаю такое особенное, что могло бы привлечь внимание. Закрывай дверь, ставлю меч, разочусь и иду наверх. Серьезно? Нет. Ну, очень хочется. Ладно, ничего не чувствуешь. Собственно, промотав тихо-закринание, Заридан зажигает небольшой огонечек у себя на головой. И начинает осматриваться. Заридан, чувствуешь что-нибудь? Может, какое-нибудь оружие, которое выглядит довольно старым, но там, я не знаю, душа какого-нибудь паладина заключена, или в доспехах. Или, может, здесь скрытые проходы есть. Заридан бросает на тебя взгляд, знаешь, такое значить, мол, ты слишком много читала романов. Ну, такое-то попроще взгляд, это с пятего. Цыц, дамский угодник. И? Ну, он качит головой. Ясно. Ладно, тогда предлагаю... Гарви. Что? Иди сюда. Закрывай дверь, затыкай её меча, разволачивайся и ухожу. Серьёзно? Ладно, ладно, не буду я так делать. Иду к этой... Ладно, подходишь. Сейчас ты, Гарлик, так как ты тут не один, ты ничего не чувствуешь. Естественно. Чё тебе? Нет? Всё тихо? Ладно, хорошо. Мы с Зариданом сейчас выйдем. А ты будь хорошим мальчиком и посиди тут хотя бы пару минут. Я, собственно, выхожу в помещение перед арсеналом. Я никуда не ухожу, просто вот выйду оттуда. Это называется коридор. Да, коридорчик, в общем. Ну, а Заридан, вздохнув, уходит за ней следом. Гарри, ты остановишься, в общем-то, один в темноте, опять. Я чё за чувствую? Ты опять начинаешь чувствовать легкий поток воздуха. А, то есть я только поток воздуха чувствую? Ну да. Ну не плевать. Выхожу. Не, ничего не чувствую. Может быть, у него уже галлюцинация. Вы там ничего такого странного не ели сегодня на ужине? Да нет, всё как обычно. Как бы... Эльф кивает, в общем-то, против Гарви. У меня просто есть предположение, что, поскольку это поместье конкретно Гарви, то вполне возможно, что и привидения, которые тут водятся, тоже принадлежат Гарви. Так что ему и разгребаться. А, Заридан? Чёлкает пальцами, протягивая руку Гарви. Что? Он делает такой взгляд уж, мол, давай. Руку дай ему. Нет. Заридан, возьми его за руку сам. Моя книжка! Она наверху. Ты говорил, что ты отдашь её мне, значит, она у тебя. Она в комнате. Заридан, вздыхай, ты и начнай направляться наверх. А ты, Эрил, слышишь? Ихи. Едва на грани даже твоей слышимости. Какой-то стон. Прислушиваюсь. Ладно, он, в общем-то, исходит оттуда, из арсенала. Угу. Такие... Замок с привидениями. Какая прелесть. Привидений не существует, говорит тебе Заридан с лестницей. Ну, ты знаешь, Заридан, я вот только что слышала чей-то голос. Как раз-таки из арсенала. Ну, я ещё останавливаюсь оборачиваться к тебе. Он прислушивается. Потом, приезжая, говорит, я ничего не слышу. Потому что слух должен быть очень тонким. Или ей кажется. Да нет, судя по твоей напуганной офисе, оно мне не кажется. Ну, я же там только что был, ничего там не было. Мне показалось. Ладно. Вы как хотите, а я останусь здесь и подежурю. Интересно. Хорошо. Заталкиваю внутрь, закрываю дверь мечом. Так и делаешь? Да, но я же хотел посидеть. Кать. Он тебя начинает толкать в сторону комнаты. Арсенала. Не вздумай меня здесь запирать. Между прочим, я пытаюсь помочь тебе. Если это привидение начнёт ночью ходить по дому и греметь цепями, и пугать всех от и до... Ну ты же будешь кричать, я тебя услышу. Вряд ли ты меня услышишь сверху. А я здесь останусь. И да, хотя бы оставь мне путь для отступления, ибо если на него не действует простое оружие, то тогда нам придётся мчаться за Зереданом. Уж огонь-то на привидении хорошо действует. Я тебя могу обрадовать, твоё лицо это тоже неплохо. Действительно, привидение. Ладно, не закрываю. Послушав вас, Зередан, качать голову, махать рукой, всё-таки скрываться из виду. Достали. Достали. Ну, собственно, в арсенале я поднимаю стойки, ставлю их на место. Ну, хотя бы просто поднимаю и отодвигаю так, чтобы было место для возможного боя, если вдруг он начнётся. Достаю мяч. Достаёшь. И, собственно, стою в ожидании. Я, конечно, в темноте хорошо вижу. Мне огонёчек не нужен. Ну, посмотрим. Попробую... Подбираю свой мяч, который там, в оборота. Из-за этого. Стою пока у двери в ожидании. Сейчас случится. Больше никаких звуков ты не слышишь, Катя, но вскоре начинаешь едва-едва чувствовать кожей лёгкое перекосновение воздуха. Угу. Я могу поощутить направление, откуда он тянется? Ну, да. Примерно где-то от стены, улицом которой ты стоишь. Угу. Подхожу к стене и прощупываю, простукиваю. Возможно, попробую поискать кинжал с достаточно тонким лезвием. Если вдруг это потайная дверь, то лезвие между камнями должно войти довольно свободно. Гарри, ты слышишь довольно-таки странные звуки из арсенала? Заглядываю, вижу, что там творит это, и кручу у виска пальца. Ладно, у него охачается с пятего. В общем-то, около камня поток воздуха и впрямо становится довольно-таки сильнее. Ага. Попробую понажимать камни. Камни не нажимаются, но ты чувствуешь, что некоторые из них грубо говоря, раскачаны. На простукивание, естественно, ничего не дают, потому что это всё-таки камень. Так, если они раскачиваются, значит, попробую их вытащить. Когда ты ещё раз касаешься камня, ты чувствуешь едва заметную вибрацию от него. Ага. А вот это уже интересно. То есть они не вытаскиваются, не нажимаются, не сдвигаются. Не, почему? Раскачать можешь один? А, ну, значит, пробуй его раскачать. Ладно, потихоньку начнешь раскачивать, и видишь, что всё-таки раствор тут уже за долгое время стал плохим. Так что потихоньку поддевая вот ну, краем кинжала, один камушек, в общем-то, немножко поворачиваешь в свою сторону, так что можно едва-едва просунуть пальцы. То есть за камнем там пустое пространство. Опаньки, как интересно. Вытащить его окончательно не получится? Получится, но с трудом. Ну, значит, занимаюсь тем, что методичненько его раскачиваю и аккуратно пытаюсь вытащить. Сандуна, это с офигешным взглянем. Ладно, в общем-то... Ладно, в общем-то... Ладно, потом... Это автоп. Павел от вышел с таблеткой. Да? Да. Ладно, в общем-то... Раскачиваешь. На это уходит примерно где-то час. И камень, в общем-то, у тебя оказывается в руке. В небольшую... Ну, в небольшую дырку ты видишь, грубо говоря, еще одно большое помещение. Но даже твоего зрения не хватает, чтобы проникнуть за тьму, которая царит в нем. Ох, ничего себе! А тут вот ты слышишь, в общем-то, мерное колыхание воздуха. Угу. Так... Ох, как интересно! Слушай, Гарви, сбегай за Зериданом. Скажи, что мы, походу, потайной ход нашли. Иду за Зериданом. Ладно. А я пока попробую поискать факел, лампу, что-нибудь такое. Чем можно было бы туда посветить? Ладно. Ищешь Гарви утопал. Ты отходишь о чем-то в дальний край этого какого арсенала, когда вновь слышишь странный стон. Он как раз доносится от той дырки в стене. Ну, я так и знала. Меч из рук я никуда не выпускаю. Угу. Ну, а я похожу к Зеридану. Че он там опять делать? Ну, он читает, да? Ну, да. А ты берешь книжку. Зеридан раздраженно смотрит на тебя. Кись, кись, кись. Я ухожу вместе с книжкой. Зеридан раздраженно ты как-то идиота. Интересуете, что? Тебе книжка нужна? Пошли со мной. Я спать. Он поворачивается на пыль. Там внизу наша дроу нашел какой-то потайной доход. Нам нужно освещение. Извини, единственная ходячая лампочка у нас ты. Ход? Он приподнимается на локте, глядит на тебе. Он вздыхает, поднимается с кровати и направляется за тобой. Иду это с книжкой в руку. Ладно, тем временем, в общем-то, Кать, ты находишь несколько вязанок факелов в одном из ящиков. Угу. О, отлично. Значит, беру три штуки. Хотя даже, наверное, четыре, два, не два, гарвелла. Потому что, судя по всему, мое зрение местами все-таки не шибко поможет и освещение штука нужное. Хочу, чтобы... Поищу еще кремень, в общем, что-то, чем... Хотя сейчас Зеридан придет. Зачем тебе кремень? Ладно, скоро что-то слышатся шаги и спускаются горы. С этим. Угу. Не шевать вообще. Аааа... Зеридан, смотри, какая штука забавная. Я киваю на дырку в стенке. Зеридан кивает, говорит... Зеридан кивает, о, да, крутая штука, дырка. Я знаю. Слушай, я туда сейчас твою книжку кину. Ребят, предлагаю попробовать как-то туда пробиться. Не знаю, тут потайной двери нет, только стенка и хорошая кладка. Конечно, взрывать бы ее не хотелось, у нас нет бога, так что... Да. Придется работать мечами. Ну да, пороха тут нет. Я имею в виду не в самом мире, а именно в бурганере. Ну да. Придется работать клинками. Ну, для начала давайте посмотрим, что там. Надо как-то туда факел просунуть. Какий там огромный пулк сидит, и ждет, когда ты это сделаешь. Кроме того, мне оттуда послышался стон снова. Уже довольно отчетливо. Ты до сих пор ничего не чувствуешь? Я только спрашиваю. Уже? Да, да. Маг качет головой, вообще подходит так к дырке, заглядыв в нее, прищуривается. Ну, то еще парочет к ним ухом, нахмуривается, говорит, такое ощущение, что это похоже на дыхание какое-то. Возможно. Город, только не говори, что здесь прячут дракона. Я тоже об этом подумал, но меня, можете спать, не забывай, я так же, как и ты, ни черта не помню. Зарин очень трогает эти какого камня, по парочке из них очень проводит ногтем. Он смотрит на руку и говорит, что вообще-то раствор в домике уже плохой, он весь высох, так что при должном усердии вы можете его высадить. Тогда стой на стогами. Этим и занимаемся. Ну да. Сланг, к сожалению, Кирок тут... Кирок тут нету, так что он приходится использовать мечи, топоры и булавы. Ну да, это что вообще надо. В общем, примерно где-то еще через полтора часа напряженного труда вы наконец-то в общем-то делаете... Слушайте, а я очень хочу посмотреть, как это делает наш шедроу. Я-то ладно гном. Ну и что, господи? Ну Гарри ударить по стене каждый может. Ну что, и сколько она сдуется? У нас что-то взял, то что она такая... Хилая. Хилая, да. Ну как бы мы два месяца были в тюрьме. У нас у боя должно быть это... Что за расизм горы? Я в том смысле, что мы в тюрьме явно не упражнениями занимались. Ну это неизвестно. К тому же, как бы на тебе тоже ничего не заметно. В смысле? Ну потери этого какого-то у нас и тела. Нет, но мы сами по себе планируем крепкие. Это у них хорестовая. А эльфы сами по себе жилистые. Ну да. И тонкие. Да? Завидуй, зайду, Гарри. Ладно, в общем-то, вскоре... Я не завидую, я подвигаю ее одну, то... А, вскоре вы можете, в общем-то, ну, сделайте дырку, сквозь которую, более-менее, можно пролезть и Кате, и тебе, Гарри. А тебе? А, он Заридан? Он стоит на этом, как он на стреме. Заридан, пошли. Мы расковыряли дырку. Он заглядит к вам вообще в руке и в виде книжку. Откуда ты ее взял? Ты ее на месте оставил? Я ее выкинул в дырку. Конечно. Итак. Я, собственно, лезу первый вперед. Он интересуется, вам зажечь факелы или вы так пойдете? Ну, сначала пролезем, а там уже зажжем. Поэкономим твои магические силы на самый тяжелый случай. Да, просто хочется от нас ответиться и опять приединяться к книгу. Успеет еще почитать. Пошли. Ладно, в общем, пролезите. На той стороне что-то вроде большой-большой пещеры. Даже света факелов в общем-то не достаёт до его потолка. Но увидите то, что стены расходятся налево-направо. Заглядывал в арсенал и потом снова в дыру. Ну, арсенал явно меньше самой пещеры. Нет, я как бы соображаю его. Гарвис, слушай, возьми, мне тоже доспех. Как я только заглядываю, я не залазил внутрь. Я как бы оценивал просто само сооружение. Я просто, поскольку мы сняли доспехи, я предлагаю взять с арсенала сейчас защитное. Ну, на случай, если вдруг сейчас завяжется потасовка, а то мы в одних рубашках домашних. Как-то с голым мягким местом лезть на непонятно что. Но моего размера там всё равно нет. Да ладно, это же твое поместье, твои товары. Знаешь, дочь Кольчуги на меня же там нет. Да. Ладно, подождите, сейчас я шустренько. Я, в общем, возвращаюсь в арсенал. Не, подождите, зарядонет какого, стоит на стрёме. Он сам не уйдёт. А, ясно. Я, значит, одевать не буду. Я сначала протолкаю шмот в дырку, потому что я в одежде, в доспехах, могу не пролезть в дырку. Зарядон, пошли. Зарядон, он вообще выглядывает верно по району, качает голову, говорит, что я на стрёме постою. Тем более, вам же ведь не хочет, чтобы тут вас кто-то закрыл. Шепчу у этой Эри теперь у него книжку. Так, Гарви, тебе доспехи брать или как? Нет. Нет. Ладно. Хорошо. Потому что я знаю нашего мастера, он скажет, что там нет под меня доспехов. Я уже до этого сказал, что там их нет. Да, вот, я не буду ходить это. Хорошо. Хорошо, я поняла. Значит, просочившись обратно в пещеру, я одеваюсь, беру меч, беру факел, меч в правую, факел в левую. Ну что, идём по стеночке, по стеночке. А мы их не зажгли. Нет, они зажглись уже. Зажглись уже, Они горят. Занять следую. Ладно. А, куда именно идёшь? И взяли запасные с собой тоже по паре, на случай, и как эти погаснуты. Ну что, направо, налево, прямо. Я предлагаю, по левой стене дайте. Ладно, идёте. Стена не обработана, как, собственно, и сам пол. Касайся её. Смотрим под ноги, наверх, по сторонам, прислушиваемся, присматриваемся. В общем, внимательность на максимум. Ты всё ещё веришь в непогрешимость моей супруги? Это место было заложено. Его кто-то прятал. Ну, не знаю, не знаю. Давай для начала осмотримся, а потом уже будем делать выводы. Ладно, двигайтесь. Порой раз вы слышите тихое, какое-то грубое, как топение. Оно очень, очень медленное. Кстати, поликидываю размеры пещеры. Пещера очень большая. Примерно, где-то, может быть, даже охватывает и весь всё поместье. Давай, обрадуй меня, мой же дом, что тут сидит дракон. Ты хочешь уручного дракона? Я не хочу вообще никакого дракона. Гарри, привычай дракона. Будешь на нём летать, он будет кушать твоих ручек. Да, открозёт тигногу. Или целую рюмьенку везёт. Ладно, в общем-то, где-то минут через 10 вы в какой-то веке наконец-то доходите до угла комнаты. И что нам это даёт? Ничего, двигаемся по стеночке дальше. Пока не сделаем круг. Ладно, примерно где-то, наверное, минут через 7 вы должны замечать какое-то тёмное пятно справа от вас. Указывай на него рукой. Где-то в середине комнаты. Так, легче шаг, осторожней, смотри, куда наступаешь. И вообще, наверное, постой тут, я попробую подобраться к этой сопящей тварюке и посмотреть, что это такое. А силуэт большой? Тебе непонятно. Слишком темно. Понятно. А Эрил его тоже не видит? Ну, слишком далеко, видимо. Так, Гарви, остаёшься на месте? Да. Ладно, Кать, ты продвигаешься вперёд к силуэту. И, в общем-то, понимаешь, что оно не выделяет никакое тепло, но при этом собственно дышит. А ещё примерно где-то, наверное, через минуту ты видишь перед собой что-то странное, которое только потом складывается в определённую картину. Ты видишь перед собой пятку. Огромную пятку. Это что? Великан? Ну, ой. Нет, я думаю, Великан бы как раз типа изучал. Нет, это ты не понял. Это нежить. Видит дракон? Который вообще-то... Драконья пятка? Нет, это будешь похоже на человеческую пятку. Да. Или голем. Что скорее всего? Дышащий голем? Ладно, я попробую обойти эту тушку. Откни в пятку его. Не буду я его тыкать в пятку. Я не хочу, чтобы оно проснулось и... Ты обходишь со стороны чего? Стороны грубо говоря переда или сзади? Так, ну, наверное, я попробую поискать голову всё-таки и понять, что это такое. Ладно, ты в общем-то двигаешься, Гаррет, замечаешь, как её огонёчек, её факел потихоньку исчезает вдали, в темноте, тебе становится одинок. А если свет этого факи вообще не выхватывает никакие части его? Ну, выхватывает. Ну, потому что ты это, собственно, всё это видишь. Ладно, там ни шею, ничего не видно, что ли? Нет. Ты видишь очень большие пальцы, где-то, наверное, каждый примерно размером с твоего головы, может, даже больше. Ничего себе. Затем, в общем-то, это переходит всё в ступни, идёт выше, колени. В общем-то, вы понимаете, то, что фигура, которая лежит тут, она очень свёрнута в позу эмбриона. Вся словно сшита из разных кусков кожи. Нежить, ведь точно. Делай тому подобное. А вскоре ты находишь, в общем-то, уродливую голову, лысую и, в общем-то, беззубую. Ой, безгубую. Гомунку. Существо нервно дышит. Солны спит. Поздравляем. Мы нашли гомунку. Да. И вот в момент вы слышите раскатывающийся эхом по какому? По пещере звон падающего об полмеча. И кто ж его мог уронить? Увы, никто его не ранил. Звук из полиции стороны арсенала. Быстро гашу факел. Во что? тут быстро беги. И да, возвращаюсь обратно. А просто обо что ты тушишь? Ой. Об него. На лице факелом. Не, ну он нежить вдруг это какие-нибудь там швы лоптут. все нет, все равно, все равно нежить по боку огонь огонь. А вдруг ты пережигешь ему нитки на лице и оно распадется? Ставит что, будет страшно? Да, мозги наружу. А может он хоть видеть перестанет? Я же говорю, если... Хотя нет, стоп, гомункулы они живые. Это не нежить. Это не мертвичина. Почему? Сшитые из многих тел это тоже гомункул. Это искусственно жизнь. ближе к механизмам. Ближе к гоням. изначально гомункул это искусственно созданная жизнь. Да, да. Чудовище Франкенштейна было мертво, но это гомункул. Да. То есть это 50 на 50. Это нежить не дышит. Да, нежить зомбаки, упыри, вся эта пакость. Но однако он дышит, но он холодный. Интересно, кто его создал? Я! Я! У кого-то мания величия зашкаливающая. Ладно, возвращаюсь обратно к Гарви настолько быстро, насколько могу. Ладно, возвращаешься. И, собственно, рассказываю увиденное. Ну, он немного сам это увидел все. Да, как бы, да. Отлично. Мне свет от тебя хватало, чтобы это все увидеть. Да, отлично. Почему ты выйдешь к нему в пятку? Да. Потому что я не самоубийца. Вдруг он дергет такой. Мне больше интересно, что происходит в арсенале. Мне другое интересно, а он это не услышал? Судя потому, что она не проснулась и не сожрала меня, то нет. Че, двигаемся в сторону арсенала. Ладно, двигайтесь, в общем-то. Видите, то, что в арсенале на полу лежит один факел, а при открытой двери вы замечаете то, что дверь из арсенала, за ней виден коридор и прямо за дверью лежит книжка зарядана на полу. Его таки сперли. Это плохо. Очень плохо говорила же, блин, пошли с нами. Теперь его искать. Косится на книжку, может ее сожжем, чтобы меньше проблем было? Забираю книжку, запихиваю ее за пасуху. Иду с факелом прямо к этой, дроу. Я тебя сожгу. Я тебя сожгу сейчас. Пошли зарядана искать. Выручать его надо. Ты кричи погромче. Тебя оно еще не услышало. Я не кричу, я наоборот приглушаю голос. специально. Давай вылезаем отсюда. А как ты книжку не вылезая достала из одного входа? Подтянулся достала Гарви. Проблемы что ли? Дыхка в стене вход это в арсенал. Нет вы вышли в арсенал уже. Я уже вышла. Нет после этого сказала что он подтягивается. Ну ладно идем. Ладно поднимайтесь с мячами с мячами с факелами горящими. Ну факела скорее всего те которые не зажженные я оставлю в арсенале дырку заставим манекенами может придвинем один из ящиков там или парочку ящиков чтобы потом можно было их просто убрать и забраться. А ты очень хочешь? Ну это надо с этим надо разобраться что здесь происходит. Горящие факела можем просто найти стойки для них и воткнуть их просто в стенку где-нибудь. Тоже как идея. Ну ладно находите собственно они краски в этом арсенале есть. Ну и все. Поднимайтесь на первом этаже собственно никого нету. Прислушиваюсь. Тишина. не понял. Как бы поздняя ночь Горящий спят. Ну да. Дозорные. Ну дозорные как бы внутренне замка у этого поместья не ходят. Хотя ног от них в чуму-то должен. чечни. Приходят вокруг этого поместья 12 часов неспокойно. Ага. Потому что они бы просто ходили и не болтались с друг другом. Не бывает насколько идеальны стражи. Ну блин Горящий ты не слышишь что у нас происходит вне поместья. Ну ладно ладно. Идеи. Нет нет я сейчас это витеватым матом гномием интересуюсь есть идея да? Да. Вдом интересуюсь есть идея. То есть сначала вырубил все. Я же говорил что это все подстало. Я для начала посмотрю если были следы борьбы то где именно там ну вот возле входа в арсенал где Зеритон стоял возле двери. Собственно это намекает упавший факел горящий да и собственно несколько мячей разбросанных не там где они должны были валяться То есть ни следов следа ни следа от огня ничего такого Зеритон не успел использоваться магией банально Ты этого не знаешь К тому что собственно крови тоже напалут Нет Крови нет Так Дали по затылку и все Если мы его вытащим то ни одной книжки в моем присутствии он не получит Я буду сжигать так 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 Ладно надо разделиться и посмотреть куда его могли уволочь Разделиться? Серьезно? Ладно можем не разделяться искать вдвоем Я думаю это умнее Если у нас здесь Если у нас здесь есть маг который может создать гомункула то по одиночке это самая гениальная идея Более того не только создать но и скорее всего управлять ибо гомункулы слушаются только своих создателей Я в курсе Ладно пошли искать куда его могли уволочь Казематы здесь темницы что Ты что меня спрашиваешь Подвальных помещений кроме как вот этого вам больше не показывали то что нам их не показывали не означает что их здесь нет Тогда идем обшаривать сначала подвал Ладно собственно в подвале ничего кроме как арсеналы и винного хранилища нету То есть там только вино никаких потайных проходов в бочках нет Ты ходишь открываешь бочки и оттуда все льется вино Я пью это вино за императора Лемонруса нет за все отца Лемонруса Ладно подвал мы обыскали идем дальше Если я еще больше напью то я дадим еще поклоняться Значит я просто затыкаю все дырки и я просто думала что там краники в бочках Ну краники как раз таки Ну иду икая Ладно в общем-то как я говорю ты уж понимаешь на первый этаж там тихо Обыскиваем все от и до Ладно в общем-то обыскивайте наткайтесь на кухню где есть несколько неспящих в общем-то как раз это именно повара Здрасте Ладно не удивлен поворачиваться к вам приветствую Гарвид и говорит что добрый вечер доброй ночи милорд выходить поесть и тому подобное Да не вы не видели нашего третьего друга Друга переспрашивает один с поваров Ну у второго эльфа Он качает головой нет А какой-нибудь шум не видишь Шум они очень переглядываются и кто не понимает смотрит на тебя А потом валяющий на темного эльфа Ладно За шкерку его из кухни Теперь закрываю Всем добро Всем бобров Ладно закрываешь Так Вывалакив этого товарища во двор Там как раз кью дна страна которая стоит около этого какого И тащу его к ближайшей бочке с водой скорее всего которая будет стоять где-нибудь возле конюшни Ну да После чего выливаю эту бочку с водой ему на голову Слушай она как бочки с водой Она на тебя прокидывает ее Да А странники во все глаза удивленно все это смотрят Теперь на нее сидит смотрит злой помошь замерзший гном Прыган на нее и кусаюсь Ну ты разве что можешь попробовать до меня дотянуться Потому что я стою в паре метров от тебя Протрезвел? Пнул Если дотянешься Пошли искать Зередана А то есть по ноге я тебе пнуть не могу Носком дотягиваешься Ну скорее всего я увернусь от этого пинка ибо я его прекрасно ожидаю Ибо просто так такое мне с рук явно не спустится Ну естественно Я уже придумал ей месть Вам помочь милорд К вам подходит один стражников Костейственно верил Я думаю мы сами обойдемся Правда Гарви? Можно мне сухую одежду? Она ждет вас в вашей комнате милорд Спасибо Мы пошли Ладно Куда Дроу я конечно понимаю что ты у нас вообще сдвинутая но если заболеешь что вы со мной будете делать? Куда ты денешься вода не была такой холодной кроме того ты гном а гномы не болеют на себе проверяло Эльфы тоже не болеют Я знаю всякая зараза к заразе не пристает Ну и все Вы наверное не гниете Ну разве что когда откидываем копытца Нет почему гнируи снаружи гнить не могут Ладно давай бегом Куда подевался наш Сэридан Я думаю никуда не девался его похитили Логично нет Да Логично Логично Надо понять кто это сделал И куда его дели На первом этаже его наверное нет Но мы все уже обыскали Ну тут еще три этажа осталось Ну да Ну я про первый говорю У меня есть конечно одна идея безумная Что твоя разлюбезная женушка Да Проверить нет просто проверить Потому что я не не думал что эти стражники настолько умны чтобы создать вот то Ага Ладно в общем-то подходите к комнате Гарви и замечайте то что комната в общем-то Твайкать с Зариданом Там дверь переоткрыта Нам в своем комнате в общем-то шухер Тут что-то искали Прислушиваюсь Пишина Переглядываюсь Сырил Ну как бы якобы что делать идем в эту комнату суемся или проведаем мою Так Ладно давай нашу сначала проверим а потом к тебе Киваю Ладно в общем-то ваши запасы еды и в общем-то станет купровиант и оно все исчезло Ой-ой Почему я не сомневался Ага То есть кандалы и тому подобное Кандалы я и хотел продать Я лучше гном геркс В комнате в общем-то гарви А кстати вот почему я же в прошлом потоковица вот почему я все хочу покатать Да В комнате гарви в общем-то тишина покой Тимота Кого нет Ну да Не ну как бы Ага тебе комнату предоставили на момент чтобы переоделся и тому подобное привел всех порядок Это что твоя комната с женушкой Эмм Пально немного в другом месте находится Эмм Дарова у нас маленькая проблема Я не помню где нужна комната Спросишь Вот именно Слуги же здесь есть Ну и все Итак Идем искать слуг Ладно в общем-то находите Вы знаете то что комната спальни находится рядом с кабинетом гарвина на четвертом этаже в башенке Ну значит поднимаемся туда Ладно Поднимайтесь в общем-то видите то что из-под это какого Из-под двери спальни горит свет Аа кто-то тебя уже заждался Давай не не пыкалуй сейчас у нас есть дела поважнее Да извини Идем Ну держи меч на готове Да не вопрос Такие девушки с факелами ходят Да мы факелы давно уже воткнули Тем более раз она на меня выливала воду точно затушила Аа я встану гарви за спину как-то первой вламываться в господскую опочивальню извини если они будут метить в человека то я тебе никакой защиты не дам я ниже Я увернусь В узком коридоре Ну ты знаешь падение на пол или прыжок под потолок он вполне спасет По ногам ты получишь забудешь прыгать Ну посмотрим Смотря какой будет тип атаки Медленно приоткрывая дверь Ладно видишь собственно свою жену в ночнушке которая сидит читает на кровати Тихонечко завис Как бы вся теория летит к черту Значит так быстро переоделся и пошли скать за ряду С дебиля лупкой захожу говорю страсть Беру одежду выхожу Жена удивленно смотрит на тебя говорит Дорогой Что случилось Почему ты опять в кольчуге Почему у вас мяч Головый до ног Нет Погоди А когда я кольчугу то я снова одел Он без кольчуги Он мокрый Просто А Топчу ты мокрый Почему у тебя меч в руке Что случилось Мы ищем нашего друга Мы играем с ним в мечников Я сейчас Вы Что Неважно Отдыхай Дорогая Отдыхай Ладно В общем Закранишь дверь и видишь как она Ну Постоится с кровати Явно Собираюсь тебя догонять Вали Ты чё А Эрил Чё в это время Она у меня на спину Ты ты ржёт Я выхатываюсь в коридоре Слушай Я тебя сейчас с лесниц спущу Бегом Пошли Скакиво на спину еду Ну он разве что может попробовать Если ты сейчас же с меня не слизишь Я не сдвинусь с места И просто сдам с рук на руки тебе твоей женушке Выставляю меч к шее Попробуй Чей Моей Конечно На комнате Он пытается залезть Сидеть В комнате шуршание Она явно переодевается Валим Валим Ладно Третий этаж Тишина Пустые коридоры Второй Еще не обыскивали Не Ну я к тому что вы свалились с четвертого этажа Где есть только спальня Слугам Она здесь распоряжается только так Кроме того Слуги Действительно Люди Они Были Теплыми Или они Были Такими Такими же Не Они Теплые Они Теплые Значит Слуги Не Гомункулы Уже Хоть Что Да Что Здесь Подземье Подери Происходит Мяу А давай Разделимся Буквально Десять минут назад Кто-то Меня Дико Ругал За то Что Я Хотела Разделиться Пусть Они Нас Поймают Я Не Уверена Что Им Нужны Конкретно Мы Если Мы Нужны Были Они Уже Нашли Способ Нас Скрутить Или Они Просто Не Хотят Пока Нариваться Нас Двоих Сразу Ну Тоже Вариант Ладно Давай Попробуем Хотя Честно Говоря Мне Не Улыбается Эта Идея Ладно Я Спускаюсь Тогда На Второй Этаж А Ты Обыщи Третий Если Что-то Случится То Случится Если Нет То Встречаемся Здесь Ну Что Так И Делаете Да У Что Звук Был Не Знаю Ладно Спускайтесь Разделяйтесь Я Это Занимает Где-то Сего Где-то Минут Десять И Вы Понимаете То Что На втором На третьем Этаже Явно Никуда Не Могли Запихать Собственно Вам Остается Либо Где-то Все-таки На первом Этаже И Вы Сказать Либо Собственно Вне Поместья Там Уже Что Есть Склад Конюшня Кузница Ну Значит Как Только Мы Встречаемся И Говорим Что Обоих Пусто Предлагаю Обыскать Еще раз Первый Этаж И После Этого Обыскивать Уже Вокруг Поместье Соглашаюсь Ладно В общем-то Начинать Потихоньку Светать Давай Обыскиваете Еще раз Первый Этаж И В общем-то Ничего Не находите Опять-таки Выходя В главный Зал Сталкиваетесь С женой Гарви В краске Спускается С лестницы Сверху Она Стоит Подперев Руки В бока Интересуется Да Что Тут Происходит Почему Вы Бегаете По всему Дому Мешаете Людям Спать Да Причем Еще С Обнаженным Оружием Умоляюще Смотрю На Эггел Как Всегда Потом Сольешь Все На Меня Потому Что У вас Почтенная Происходят Крайне Странные Вещи Нашего Друга Возмущенно Спрашивает Она В подземелье Спит Огромный Гомункул Наш Друг Исчезает Буквально Через Пару Минут Как Только Мы Его Обнаруживаем Женщина Удивленно Интересуется Гомункул Ага Хотите сказать Что вы Ничего не знаете Считаю Из кусков Тварь А ты кто такой Человек Муравей Муравей Она Мечально Медленно Качает головой Ну отрицательно Ну вздыхает Прикладывает руку К лицу И говорит Что господин Ну зачем Все это Скрывать Она Щелкает пальцами И в общем-то В коридоре Появляется охрана Я знал Говорит Ну почему Вы поперлись В арсенал И так Все хорошо Шло Всего лишь Надо было Задержать вас Тут на пару дней Пока не прибыли Остальные гости Ну и кто ты Я Она интересуется У тебя О Я всего что Член одной Организации Которую хотят Лишь благо империи Дай угадаю Мы сбежали Из вашего Санатория Да Она улыбается Тебе Говорит Нет Это мы Позволили вам Оттуда сбежать Мы выступили Против хозяина И вы нам Нужны Она указывает На вас Что было там За эльф Схватить их Говорит она И к вам Бросаются Очень стражники Их четверо Ну Понеслась Говорит Давай Бочечка им Под ноги А я их Сверху А не Поварищи Взять меня И кинуть В них Ты тяжелый А прыжки у тебя Хорошо получается Под ноги Ладно В общем-то На двоих Ты валишь Коротко прыгнув И неожиданно Под ноги Они спотыкаются Друг от друга И падают В потоке брани Выхватываю меч И одному Целюсь сразу В горло Ладно Кать Ты что делаешь? Я собственно Помогаю Гарви Мне нужна Большая куча Мала Судя по всему Эти двое Попытаются прыгнуть На меня И будет действительно Куча мала Собственно На ходу Вытаскиваю меч Смотрю На кого там Набросился Гарви И приканчиваю Второго Прыгаю как раз Не под ноги А делаю Прыжок вверх И вперед Просто верхним ударом Что у них там Кольчуги? Ну да Головы не защищены? Ну поскольку Он лежит на полу Значит Целюсь в шею Или в основание Черепа Ладно В общем-то Вы приканчиваете Двоих Когда к вам Успевает добраться Ну двое Сторожников Других Один бросается На горы В общем-то Хватает его Ну блин В обнимку Грубо Не давая Двигать руками Ну и на тебя В общем-то Они его схватают И пытаются Удержать Падаю Это Заваливаюсь Назад Сторожники Лишь Собственно Пошатываются И отступают На несколько шагов Назад Дергаюсь Из всех сил Пытаюсь Увести И загнаться Я собственно Дергаюсь В сторону Гарви Так Чтобы Мы Столкнулись Чтобы они Вдвоем Потеряли равновесие И шлепнулись Вместе с нами Они в общем-то Сталкиваются И так как Гарви у нас Тяжелее То Сторожник Местни падает На пол На бок Но не выпускает Его Кусаюсь Кусаешься Сторожник Рычит Крызаюсь Еще сильнее Ну Наконец С криком Он что-то Размыкает Руки Приятного Аппетита Даю Ему Сразу Помолодец Молодцом Так Его Ладно Ты видишь Что Собственно У Эри Не получается Выпутаться Она все-таки Легкая И не особо Сильная Прыгой На этого Сторожника Ладно Он что-то Отпускает Эльфику И просто Столкает Ее На тебя Падай Подники Ладно Стараюсь В падении Сгруппироваться И погасить Удар Кувырком Ну У тебя это не получается Так что Удар Приходится тебе На плечо Пол Ау Больно Больно Блин Я где-то Так Я смотрю Где мой меч Или хотя бы Ближайшее Валяющееся Оружие Ближайшее Оружие В общем-то Недалеко Скакиваю Пытаюсь Помочь И встать Ну Значит Я поднимаюсь И хватаю Оружие И в этот момент Собственно Вы слышите Раскатистый голос Который Дочитывает Заклинания Разносящиеся По залу И вы чувствуете Как ваше Тело Перестает вам Слушаться Вы просто Застываете Подчинение Свинства Ну нет Я бы сказал Просто грубый Как стан А маленькое Но Гнобы Жил у нас Вроде Это Не так Воспринчу К магии Ну Гарвин Это тоже Действует Так же Как и на нее Ну да Стремно Ладно Жена В общем-то Твоя В кавычках Спускается К вам Качает головой Какой вы тут Бардак устроили Мое поместь Тянас Престает руками Сколько Мне трудов Стоило Привести его В подобающий вид И только Вы Вы пришли И опять Тут Качает головой Сколько Стоило Трудов Подделать Эти чертовые Как его Портреты Заменить на них Изображение Магии И все Насмарку А в общем Подходит тебе Гарри В общем-то Хватать тебя За волос Сдергивать Чтобы Смотреть тебе В лицо И все Из-за тебя Маленький Чертовый Недочеловек А я-то тебе Что сделал Она видимо Ненавид гномов И в этот момент Гарри Ты чувствуешь Что с тебя Заклинание Начнет спадать Пока Притворяюсь Что Все в порядке Ненавижу Гномов Мелкие Бродатые Грязные Существа Которые Место Только Под землей Ты Себя Это Видела Красавица А Пускай Твои Волосы Поднимаясь И Начинает Отходить От тебя В этот момент Прыгаю Ей под ноги Хватаю Ее сразу Ладно Прыгаешь Женщина С криком Падает На пол Прыжимаю К земле И начинаю Душить Ладно Гарвин Не горячись Предлагаю Взять ее В заложники И как следует Все выпытать Катя Это Офтоп Я ее как бы Собираюсь Прыжить До бессознания Чтобы с тебя Спало заклинание А Ну Ты думаешь Что это она Ну ладно Хорошо Ладно Гарри В общем К тебе бросается Стражник И Просто Напросто Забивает Тебя с нее Женщина Хрипит Держится За горло И с ненностью Смотрит на тебя Поцелуйчик Прыгай Заново Ладно Но на этот раз Она выворачивается Тебя в общем Перехватывает Стражник Он ударит тебя В живот Потом в общем-то По лицу И отправит Обратно на пол Не убивать их Говорит женщина Они нам нужны Живыми Оружие Краски рядом Беру оружие Женщина понимает Взгляд К толку И опять начинает Чаное заклинание Я же говорил Что-то она Это Кинь меч Ей Куда-нибудь В район ног Ты же можешь Сделать этот бросок Кидаю в нее меч Куда именно Только не убей ее По ногам Стараясь Она переживает заклинание И просто Отступает в сторону А Стражник усмехается И начинает идти на тебя Гарви Прыгаю Бодаря в живот Мой возьми У меня в руках Тоже клинок Хапаю меч Второй И при этом прыгаю Бодаря в живот Стражника Ладно Он очень к этому готов Так что он просто Немного уклоняется И ты видишь Как тебе в лицо летит Колено его Потом мир цветает Вспышкой боли Эм Тепет на полу Это другого До сих пор Под заклинанием А затем Вы слышите Как в общем-то Где-то Разбиваются Окна И женщина Прерла заклинание В восклинике То что Что? Как? И Затем в общем-то Ее Горли Оказывается Метательный ножик Она хрипит Заклинание Краски Спадает С Катей И вы замечаете То что Где были окна Около главного входа Там в сайт Две Очень даже Знакомых вам фигуры Лица которых Закрывают белые маски Опять они Катя Кто там? У нас проблемы Конюшня Ты вспомни Как они двигаются Блин Опять эти големы Кидаю ей меч Перехватываю Псевдо-жена Гарви В общем-то Что-то тихо Хрипит Потом завалится На бок А вы слышите Как по зданию Проносится Раскатистое эхо А затем Земля Начинает дрожать Только не говорите Что проснулась Эта штуковина Живо на улицу Гарви Пока нас не погребло Под достанками А если гейм здесь Зейдан Мертвыми Мы ему не поможем Ладно А как мы Мимо них пройдем Надо попасть Пытаться Эти сволочи Двигаются Быстрее любого из нас Значит надо Воспользоваться Их скоростью Они не смогут Притормозить На поворотах Ладно Меч мой далеко Который кинул Нет Да у тебя Выходит другой Сватай меч Меч И у меня нет Другого Я его Нет Но ты его взял Потом получил В лицо коленом И у тебя рядом С тобой валялся Нет Я же кинул Который Но ты потом Другой поднял Тот-то я уже Отдал А И он ты подбираешь С пола Подкидываешь Ну да Он же Мне перекинул Клинок А я имел Тот Который У этой У жены Ладно Стражник В общем-то Оставшийся Один Который Стоит Другой От ключ Который Угорю Ударил Я бы тебе Света Убежать Ну значит Сразу Оттяпывай Мембошки И вся Недолго Кому им Ну Эти Двум Големам Сейчас же Начнется Возня Не Дальковат От вас Кидаться В них Мечами Точнее Не буду Нет 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 Фигуру В общем Точет Синхронные Делают шаг Вперед И направляются К вам Ладно Подом Начнем Дорожать Валим 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 Пока Нас тут Не завалило Если Их Здесь Завалят Будет Нормально А если Нас Здесь Завалят Будет Очень Плохо Куда Именно Валите По сути Тут Есть выход На улицу Ну Краски От которого Идут К вам Эти Два Голема Есть Подъем Наверх И Есть Коридоры Я бы Пошел Наверх Наверх На второй этаж Зачем На второй этаж Можно Попытаться Спрыгнуть Я бы Проламывают Нет Я тебе Хотел Напомнить Мы один раз Бежали По коридору Тебя-то Чуть не Продушили Ну Это Да Ладно Давай В этот раз Делаем По-твоему Пошли Так Бросайтесь Бегом Наверх Да Я при этом Подхватываю Меч По пути Ладно В общем-то Фигура Бросается За вами Одна Походя Просто Напросто Сносит Голову Замешивая Стражнику Это Кивая Это Указывая Назад На пути Ты Хотел Бегать От них По Коридорам Пожалуй Это Было Ошибкой Ладно Не бросается К вам В общем-то Но На ступеньках Когда Вы Поднимаетесь На второй Этаж И Застает Сильный Удар По земле И Фигура Падает На Сами Ступеньки Быстро На балкон И Прыгаем В общем-то Балкон Там Да Есть Я Б Их Конечно Прикончила Поскольку Они Душевно Шлепнулись На ступеньки Но Так Это Не Люди Им От Этого Ничего Не было Ну Да Ладно Тогда Валим Отсюда Ладно Подбегая К балкону Вы Слышите Треск Который Раскатывается По всему Зданию А потом С потолка Начинают Сыпаться Камни Дом Словно Карточный Дом Начинает Складываться Внутрь И Вы Едва Едва Успеваете Вылететь Через Балкон Разбив В общем-то Его И Перемахнув Через Парапет Когда В общем-то Он начинает Обрушиваться Вниз Вы Чувствительно Приземляетесь На Это Какого На Каменную Дорожку Которая Вела К главную Входу Кать Ты чувствуешь Что у тебя В плече Что-то Неприятно Хрустит Отдается Болью А затем В общем-то Вас Погребает Просто-напросто Волна Грохота Пыли И Всяких Мелких Обломков Через Паргновения Вы Конечно Начинаете Опять Более-менее Слышать Слышать Крики Страха И тому Подобное Вокруг Вас А также Где-то Под землей Раздается Просто-напросто Рев Ох Я же Говорила Творю Как Очухалась У нас Есть Две Другие Проблемы Кром Него Это То Что Где-то Зейдан И Эти Твори Скорее Сего Тоже Живы У нас Есть И третья Проблема Судя По всему Мое Сломанное Плечо Оглядываясь В общем-то Сквозь пыль Вы видите То, что Уже На месте Здания В основном Обломки Правда Некоторые Из них Начинают Шевелиться И Оттуда Поднимается Одна Из Фигур Маска В общем-то На ее лице Треснула Одна рука Висит Безвольно Как-то Неправильно Но в другой Ее Собственно Кинжало И она Твоей Нас Видит Что Будем Делать Это Плохо Ну Она От нас Не Отстанет Поэтому Ее Придется Здесь Грохнуть Никита Можешь Идти Могу Но Рука Судя По всему Действовать Не Будет Ищи Склад Существово На расстоянии От вас Где-то Шагов Пяти Она Выбирается Из обломков Здания Поднимай Меч Иди Ну Да 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 Я в лучших Геройских Традициях Собираюсь Его задержать Или ее Хреново знает Что это за Твоя Это Оно Ну Как бы ты у нас Драться не можешь Ну Могу Кстати Какое плечо Левое или правое Левое Левое Нормально Левая рука Она не основная Так что Драться я могу Ничего страшного Ну конечно После падения У вас немного Кружится голова Ну Гномы крепкие Ну да Устойчивые Да Туповитки Ладно в общем-то Где-то на расстоянии Четырех шагов Существо делает Грубый как Рывок к вам А затем Просто-напросто В воздух Заметается Земля И Там где существо Только что было Просто-напросто Обрушивается Гигантская ладонь Раздавливая его Просто в смятку Валим Ладонь напрягается И Из обломков Здания Начает подниматься Гигантское Тело Существа Что было погребено Под ним Зеридан Как же ты нам Сейчас нужен У нас два варианта Или конюшни Или склад Предлагаю в этот раз Разделиться Я за лошадьми А ты на склад Ну я вообще-то Ну я вообще-то Именно немного другое Ввиду Возможно Его заперли С лошадьми Просто у нас нет Времени Искать Это Вместе Два места Да Я же говорю Я за лошадьми А ты на склад Или наоборот Вперед Давай Я на склад Ну хорошо Хорошо Я тогда Бегу в конюшню За лошадьми Я на склад Главное В общем-то Склад ближе Но на нем Висит гарный замок Бью по нему Мечом Ударяешь Он качается На него появляется Зарубка Но он все-таки висит Продолжи оббить Пока он не распадется Главное После третьего удара Он распадается Отлетает на землю Ты распахиваешь Двери склада Видишь Перед собой Пустое помещение Где в общем-то Немного Стены есть Также мешки Явно с зерном И больше никого Прислушиваюсь Хотя я думаю Там Что за таким ревом И слышишь Просто Рев существа Которое выбралось Из земли Оно погремену Конечно по пояс Но уже Это наверное Выше самого поместья Оно ревет Начинает размахивать Руками И просто Разносит Словно От ней Ну как нечего делать Просто На окружающей стены Выргался Где же ты заедан Собственно Конюшню Вы тоже не находите Но там есть Естественно Пяток лошадей Ну значит Седлаю трех И вывожу их Подальше от поместья Ну чтобы нас Чтобы нас Ты представляешь Гнома на ошади? Со мной сядешь Сядешь со мной Я тебя буду держать Перед Нет А зачем нам Три ошади? На случай Если Что-то случится Одну Зередану Я надеюсь Он все-таки Найдется А одну У нас Ни денег Ни снаряжения А лошадь Мы хотя бы Продадим В городе Ладно Гарри Ты сейчас Собственно Увидел Склад Что ты делаешь Направляюсь К конюшне Ладно Вы Соединяйтесь И чувствуйте На себе Взгляд Существа В нем Сквозит Ненависть И Желание Просто Наоборот Убивать Оно Опирается Руками О землю И начинает Потихоньку Вытаскивать Своё тело На поверхность Так Я думаю Что с таким Возиться У нас Просто Не хватит Ни сил Ни возможностей Да и ты Ранена Да и я Не совсем В состоянии Да Ну значит Запрыгиваю В седло Двух лошадей Буду вести В поводу А Гарри Посажу перед собой Буду его держать Здоровой рукой Вместе с поводьями Ну да Благо собственно Ворота распахнуты Ну все И поскакали Оттуда Направление Я городу Думаю Запомнила Первые Там Например Километр Буду гнать Голопом Довольно быстро Чтобы Просто Банально Оторваться А дальше Перейду на Рысь Чтобы дать Лошадям Отдохнуть Остыть И снова Потом Перейду на Голоп Ланты В общем-то Вылетайте За ворота Слышите Рев существа И Единственная Конечно Проблема То что Ворота Выходят Они все-таки На запад То есть Тебе придется Объезжать По северу Поместье Ничего Объедем И как раз В общем-то Кота Объезжаешь Мем вас Просветствует Что-то Похоже Низкобломков Камня А потом Перед вами Просто-напросто Ломая к чертям Деревья И все остальное Опускается Здоровенный Кулак Лошадь От этого Собственно Отлетает Высваливается С нее И падаете На землю Существую Уже Выбралась Из-под этого Какого Из-под земли Из-под завала Ну да И Грубер Перелазит От то Что осталось От Эти Какого Стен Поместье Не отрываю Взгляды От вас Смотрю Назад С опаской Ну что За двумя Зайцами Погонишься Ни одного Не поймаешь Да Существо Взрыкивает Возносит Руки То ли Чтобы вас Прихлопнуть То ли еще Что-то А затем Ему в грудь Просто-напросто Упирается Словно Копье Чистого Света Оно Какое-то Время Ну точнее Пару Мгновений Ему Упирается В грудь Потом Резко Расширяется И Существо Пронзает Насквозь Оно Издает Какой-то Странный Непонятный Булькающий Звук А потом Начинает Просто-напросто Оседать На землю Герой Вахуи Да У меня Отвисло Чилиз Где-то В районе Пяток Вы Слушайте Шаги Сзади И тихий Голос Интересуется И что У вас Тут происходит Подскакиваем На этом Кончается Серия Да